На сегодняшний день демографическая ситуация в стране, в том числе за счет реализации очень серьезных федеральных программ, с каждым годом имеет такой очень серьезный тренд к улучшению. Но при этом, при всем, инфраструктура дошкольного образования, она немножечко отстает от таких замечательных трендов, которые мы наблюдаем на территории Российской Федерации. Если с трех лет у нас детишки обеспечены нормально детскими садами, но уже у нас мамы хотят выйти на работу, и когда ребеночку год даже, и полтора, и уже хотят работать, это тоже, наверное, хорошо. И вот с полутора до трех есть проблема с обеспечением детишек в детских садах. И задача, она в том числе и стратегия определена, задача к 2017 году, вот эту проблему, ну не полностью, не 100% снять, но на 91% обеспечить всех родителей и детей садами дошкольных образовательных учреждений. Мы со своей стороны имеем возможность оказывать всестороннюю поддержку заинтересованным, активным череповчанам, которые готовы как инициативную предпринимательскую деятельность осуществлять в этой сфере. Мы не случайно здесь сейчас обсуждаем это социальное предпринимательство, термин еще такой, он уже говорит о том, что это предпринимательство, но оно социальное. Еще до конца не все понимают, что это такое, но уже понимают, что это другое. Ну вот в двух словах скажу, как я понимаю, может быть оно вам будет близко, это технология бизнесовая, то есть ты будешь работать 24 часа в сутки, ты будешь точно так же выкладываться, плюс еще дети, плюс отсутствие нормативно-правовой базы, адекватной и понятной, в которой нужно двигаться. А с другой стороны это мотивация, то есть ключевое слово это мотивация, это люди, которые социальные вещи будут делать независимо от того, сколько он получит денег или не получит, что достаточно серьезно отличает социальных предпринимателей от предпринимателей в целом. В Конституции везде записано, что государство обязано предоставить бесплатное образование, не присмотр и уход, а образование. А образование сегодня составляет 5 минут в день, полтора часа в неделю, от 3 до 5 лет. Что такое присмотр и уход? Ну скорее всего этот термин нужно использовать либо для животных, либо для больных людей. Для ребенка, для человека маленького возраста все является образованием. И в этом смысле научить завязывать шнурок это воспитание или это образование? Однозначно образование, он образовывается, у него все процессы образовательные, новые компетенции появляются. Если даже сейчас создать условия уже имеющимся предпринимателям, чтобы они расширились хотя бы в два раза, открыли еще одну площадку, открыли еще какой-то там садик, вот сколько есть и еще столько же мест, то в принципе страна могла бы выйти из этого коллапса победителем. Потому что здесь битва-то идет за души человеческие, детские, маленькие. Потому что пока мы там что-то предпринимаем или что-то делаем, они вырастают, 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 вырастают. И с многими губернаторами, вот особенно дяденьками такими, ну я прошу прощения, если тут присутствующие мужчины там как-то, ну как есть, говорю, да. То есть у нас в основном такие серьезные решения по финансам принимают мужчины, так сложилось, да. Они, конечно же, там, как, у нас патриархальная страна, там, вот вам конфеты, вот вам шоколад, вот вам женские забавы, это дети, да. Ну как-то так, поскольку-поскольку относятся. Но когда начинаешь с ними на их языке разговаривать, они начинают слышать. Например, конечно, когда говоришь, что, конечно, вот, конечно, лучше приангарем заниматься, большими коттеками, большими проектами, у вас это здорово получается. Но вы еще живы будете, через 15-20 лет у вас кто на предприятиях будет работать? Кто, роботы? Китайцы? Наши вот эти дети, которые не добрали своего человеческого потенциала, мы просто начнем в мировом сообществе отставать по человеческим ресурсам.